Познаем Китай, об экономике в бизнесе не только. Хотите не упускать обновлений на канале, подписываемся и жмем на колокольчик. Сегодня поговорим, как AI, искусственный интеллект, меняет очень, казалось бы, традиционные области в нашей жизни. Разберем конкретные примеры, дам вам пищу для раздумий, на чем можно зарабатывать в ближайшем будущем. Поэтому слушаем внимательно и не отключаем видеоролик до его окончания. А если я спрошу вас, какое животное самое близко к китайцам? Вы, скорее всего, скажете, что это панда, а вот и нет. Этим животным является свинья. Китайцы одомашнили первого в мире кабана, и свинина также является любимым мясом на традиционном китайском столе. А в 2012 году в мире было потреблено 110 миллионов тонн свинины. На китайский рынок пришлось 55 миллионов тонн. То есть китайцы съедают половину свиного мяса с одной пятой населения. Разведение свиней считается особенно традиционно в сельской местности. Но что интересно, в последние годы некоторые интернет-гиганты начали входить на рынок свиноводства. Производство свинины и его колебания цен имеют большое значение в макроэкономике Китая. Всем известно, что существует индекс CPI, Consumer Price Index, индекс потребительских цен, который относится к общенациональному индексу розничных цен на товар. Содержит он более 600 наименований товаров. Среди единичных товаров наибольшую массу занимает свинина. На самом деле она составляет 8%. То есть колебание цены на свинину будет влиять на колебания всего ИПЦ. А в 2015 году был принят самый строгий закон об охране окружающей среды. Более 5 миллионов фермеров в стране закрыли свиноводческие фермы, потому что они не отвечали экологическим стандартам и вышли из рынка. В настоящее время доля рынка 5 крупнейших свиноводческих компаний в Китае составляет всего лишь 5%. А концентрация отрасли очень низкая. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года на пятерку крупнейших компаний свиноводства приходилось более 30%. После вспышки африканской чумы свиней в 2018 году по всей стране были уничтожены миллионы свиней. А цены на свинину резко возросли. Сегодня многие новые технологические компании входят в свиноводство, начиная применять новые технологии. И это можно однозначно назвать революционным для традиционного свиноводства. Например, Алибаба недавно инвестировала в свиноводческую компанию. Они утвердили удостоверение личности и паспорта для каждой свиньи. В том числе, каждая порода, где выращена, сколько шагов в день делает свинья, выполняет ежедневно, сколько корма употребила, сколько дней росла, сколько вес и много другой разной информации. Всю информацию можно отслеживать 24 часа в сутки, а также можно судить, болеет ли та, наблюдает за ритмом дыхания свиньи. Согласно данным, раскрытым Алибаба, метод выращивания свиней искусственным интеллектом позволяет свиноматке иметь еще трех поросят в год. Смертность поросят может быть снижена до 3%. GT.com также недавно инвестировал средства в свиноферму. Они позволяют роботам следить за свинофермой в течение 24 часов, а затем проверяют, соответствуют ли газы, температура, влажность на свиноводческой ферме. Существует также технология распознавания лиц свиньи. Свинья должна проходить сканирование лица перед каждым приемом пищи. Система может отслеживать, сколько корма съела свинья сегодня и сколько ей еще нужно съесть. Корм будет предоставленной той с точностью до нескольких грамм. Таким образом, возможно контролировать вес каждой свиньи с разницей в пределах 5%. Согласно традиционным китайским методам выращивания свиней, затраты на корма и рабочую силу довольно высоки. В 2016 году затраты фермеров, занимающихся разведением свиней, составили 12,9 юаня за килограмм, по сравнению с 8-9 юаня за килограмм в тех же Соединенных Штатах. Поэтому стоимость импорта свиньи из США во многом раз дешевле, даже включая налоги и фракт, чем в Китае. После вступления в игру интернет-гигантов, стоимость свиноводства может быть преобразована в рациональную модель управления предприятием. Интенсивного выращивания и снижения затрат. Согласно данным раскрытым тем же GD.com, использование искусственного интеллекта для разведения свиней может снизить затраты на разведение от 30% до 50%, позволит уменьшить использование корма на 8-10%, а также сократить время убоя примерно на 5-8 дней. Согласно ежегодному производству в Китае 70 тысяч свиней, соответственно, разведение свиней с искусственным интеллектом может сократить расходы на 50 миллиардов юаней в год. Итак, вы видите, что тот, кто уничтожит Facebook, не следующий Facebook, а тот, кто уничтожит свиноферму, не следующая свиноводческая ферма. Человек, который собирается заменить вас, никогда не будет в этом списке. Именно из-за широкомасштабного внедрения датчиков распознавания лиц и технологий искусственного интеллекта, самая традиционная свиноводческая отрицель претерпевает революционные изменения. Уважаемые зрители, небольшой вопрос для вас. Если вы инвестор, будет ли вы вкладывать деньги в компанию, занимающуюся разведением свиней с искусственным интеллектом? Или в компании, занимающейся исследованиями и разработками микросхем? Почему? Давайте обсудим этот вопрос, оставляем, пишем в комментариях под этим видео.